В интересном месте мы с вами остановились в конце предыдущей части, дорогие друзья. От произвольного качания этого стула или кресла-качалки становится как-то не по себе. Оно еще с таким звуком, ну знаете, недобрым это делает. И давайте продолжать прохождение. Помимо того, что нас ждут здесь интересные события, я еще подготовил для вас интересные вещи, связанные с использованием магии. А именно, второй вариант использования магии в связке с оружием. Так что буду все показывать. Смотрите, думаю, что стоит начать с того, что мы применим зеркало истины на это кресло и прочтем то, что мы здесь увидим. Карен Шор. Карен потомок родичей высших эльфов и жила тихо она в глубине леса. Она покинула свою деревню со своим сыном Леоном, который наполовину человек, а наполовину эльф и приехала на остров. Но сейчас мы здесь Карен не видим, друзья. Это все потому, что мы спасли Леона из тюрьмы, помните? И мы спасли его прежде, чем Карен дала нам задание об этом. То есть разработчики все-таки подразумевали, что большинство игроков придет вначале сюда. Поэтому я вам показываю. Я приготовил специально сейв до того, как мы спасли Леона. Вот. Когда Леон еще не спасен, то здесь его нет. Здесь проход закрыт. Обратите внимание. И в кресле сидит та самая Карен. Если мы применим зеркало истины здесь. Оно у меня еще в этом записи не на селект установлено. То, собственно, описание будет то же самое. Ну, давайте с ней поговорим. Просто я хотел показать вам тоже эти диалоги. Сейчас мы их уже в нашем прогрессе инициировать не можем. Но здесь покажу. Когда мы к ней подходим еще до спасения Леона, то она говорит спасибо, что пришли сюда. Прошло много времени с тех пор, как Некрон забрал моего сына Леона. Вот фигурка Сита, которую сделал Леон. Я даю вам эту фигурку. Пожалуйста, спасите моего сына. Если вы помните, вот тут на столе есть та самая фигурка. Так, и вот она исчезает. Смотрите, как-то резко исчезает. Хотя вообще с ней можно еще раз поговорить. Вот такая мистика. Поэтому я загружаюсь. Потому что есть еще второй диалог, который я должен вам показать. Так, этот был. И вот это второй диалог, друзья. Мы, эльфы, не смогли выполнить эту задачу. Мы надеемся, что это сможете сделать вы. Все. Больше она ничего не говорит. И если мы опять же зайдем ненадолго, то вот она исчезает. Вот эта картина, это прямая подсказка. Помните, там есть такие крутилки возле святилища эльфов, да? Ну, которые нужно повернуть в соответствующие стороны вот этими ключами. Там такая головоломка. Так вот, собственно, это подсказка, как их надо выставлять на этой картине. Но, опять же, к этому мы вернемся чуть-чуть позже. Так, теперь, друзья, теперь мы загружаемся с нашего основного прогресса. Здесь у нас уже стало доступно древо. Начал расти драконий фрукт. Который здесь драконий кристалл. Так, я поговорю с Леоном. А потом, пока он будет расти, буду демонстрировать вам новые магические атаки с помощью оружия. О Леоне описание тоже. Мы с вами уже это читали. Когда, собственно, были... Впервые, когда встречались с ним, помните, там в тюремной камере. И теперь давайте посмотрим, что нам говорит Леон. Леон. Я не могу сделать больше двух фигурок сита одновременно. Я сделаю еще одну, когда она вам понадобится. Так что, пожалуйста, приходите позже. Одна из фигурок была там у него в камере, помните? А одна здесь. Ну, как бы мы одну использовали. Ну, пока он не делает ничего. Есть у нас фигурка и есть. Я волнуюсь про Джиджи. Тео пропал без вести с тех пор, как пошел в большую шахту. Вы поможете ему с помощью вот этой фигурки сита? То есть мы помним, где находится Тео в отравленной пещере. Неужели эта фигурка его воскресит? Это будет круто и радостно. И это очень меня сильно радует, потому что мне так было жалко Джиджи. Серьезно. Джиджи, должно быть, ждет Тео. Так, но прежде чем мы пойдем к Тео, надо будет еще заглянуть к Джиджи. Так, что тут еще есть? О, еще есть. В древние годы Сид даровал нам темный кристалл, который имеет черный черный свет и чрезвычайно силен. Если бы меч сделать из этого кристалла, его сила была бы просто непредсказуемой. Если вы найдете этот темный кристалл, пожалуйста, принесите его мне. Видимо, как раз, опять же, еще какое-то оружие крутое мы сможем здесь получить. То есть тут сразу мы два квеста, друзья, с вами инициируем. Один по воскрешению Тео, а второй по поиску кристалла. Итак, в игре есть оружие, с которыми можно использовать магию. Таких оружий немного, часть из них мы уже нашли. И, если вы помните, в первой части, если вы ее не смотрели, кстати, на канале, посмотрите, там можно было использовать магию разную в связке с оружием и разные эффекты, соответственно, были. Здесь не имеет значения, какая у нас стоит магия. Есть два типа магической атаки. То есть при ударе вот так нажать каст магии. Эту мою атаку вы уже знаете. Неоднократно, как бы, я ее юзал. И еще можно сделать второй тип атаки. Она делается так. Нажимается крестик-квадрат быстро и через короткую паузу треугольник. Так, если бы мы играли в Теккен, то там буковка Н стояла в Теккен 2. Помните, когда в комбо смотрели, там пауза буквой Н обозначалась. Делаем. Вот так вот он выпускает ряд ледяных осколков. Так, ну давайте я продемонстрирую еще с другими мечами эти атаки. Пока все равно у нас зреет драконий фрукт. Думаю, будет интересно. Я вам, конечно же, в этом прохождении все покажу. Следующий у нас спайдер. Как тяжело я его выбивал. Ну, как классно я прокачался. Так, у нас закончилась мана и у меня, по-моему, была еще. Да, вот тут вот чуть-чуть было. Так, значит, обычная атака. Сейчас. Вот так он выпускает, а вторая очень похожа на нее, то есть просто там побольше будет. Ну, сейчас увидите все. Раз, два, оп. Вот так, помощнее. Так. Окей. Следующее оружие. Мана просто кончается. Жалко. Это вот этот самурайский меч. У него стихия ветра. Заметьте, что заклинание я не меняю. То есть, как я говорил, не имеет значения. Какое заклинание. Главное, просто, чтобы это была атакующая магия. Вот так он. Обычная атака и пускает волну, но на вторую волну мне уже не хватит. Я применю, пожалуй, друзья, драконий фрукт, или, может быть, у нас еще были эти лунные камни, да, где-то. Вот, давайте монстоун. Сколько он там восполнит маны? Мало надо было драконий фрукт жрать. Так, вторая атака. Вот это классно. Это какой-то такой самурайский прием. Я еще представляю какие-то японские кличи во время его исполнения. Так, и еще у нас есть меч с вами. Это огненный меч. Вот пока четыре меча, на которые мы можем использовать эти атаки. Вообще, их больше в игре. Остальные позже покажу. Опа, это я уже простите, промазал. Вот. Такая атака. Так, используем. Как бы не было жалко драконий кристалл. Ну, демонстрация магии, понимаете ли, дело такое. Затратное. Да и у нас нормальное количество. я думаю, прорвемся. И вот такая магия. Раз, два. Оп. Ну, это прям вообще как выстрел из пушки. Короче, все это очень круто. Никаких вообще в игре, в принципе, подсказок, даже намеков на это нет. не помню. Я не помню, может быть, кто-то из NPC что-то такое говорил. Сейчас не припоминаю. Но догадаться до этого вот раньше делали игры. И я, я очень люблю такое. Потому что как-то, поскольку я рос на такой модели, знаете, самопознания игр, никогда просто вас за ручку проводят по мануалу, то как-то это кажется чем-то естественным. А сейчас все кажется таким несерьезным, детским каким-то, что ли. Ну, когда ты уже вырастешь? Слушай, мы уже тут все магии протестировали. Так, давайте вернем наш ледяной клинок. Он невероятно крут. И мне он нравится. И пойдем дальше исследовать эту местность. Ну. Видите, потихоньку раздувается. Можно даже увидеть эту анимацию. Так, я, пожалуй, сохранюсь. ждем, друзья. Ждем и... Так, что-то я тут зацепил джойстиком. Не надо зацеплять ничего. Небо красивое. Осталось порядок на острове навести и вообще будет красота. Может, даже будет себе построить виллу, как же долго ты растешь. А ну-ка, давайте дадим ему. Угу, освежили. Наконец-то. Так, драконий фрукт наш. Есть еще там перчатки на солдатском кладбище. Спасибо тебе, Адеф, большое, что ты об этом в комментариях тоже написал. Я их покажу и возьму их. Моих друзья не взяли, но опять же проходится на 100% игра. Если даже в одной части что-то не взяли, в следующий гарантированно берем. Ну, не в следующий, а в одной из последующих. Я куда думал двинуться сегодня? Так. Так. Хотелось мне еще поставить один из ключиков вот здесь. Это, кстати, прикольное место для того, чтобы сюда телепортироваться. Поэтому Мунгейт и вот один у нас получается в начале ключ, другой здесь и третий помните где? Недалеко от дома Сэндлера. Я почему еще здесь хотел его оставить, потому что так мы точно не забудем про эту запечатанную дверь. Ну, мы и так бы и не забыли, но опять же удобно в эту часть тпшиться тут. Так. Теперь будем исследовать эту область. Пацаны, я ману восполнил, бойтесь. железо безобидное. безобидное. Нормальной карты этой области нет, так что сначала заглянем сюда налево. Ты встал из могилы просто возник, материализовался, хотя звучит просто несовместимо, чтобы призрак материализовался, но вы поняли. Так, и ты, да, чуть-чуть урона поймал. Это хорошо. Проверим сначала эту стену. Как мне нравится музыка здесь в восточной деревне, но это просто кладбище, кстати. никакой, ни эльфийская, ни солдатская, ни какой-то там еще. а, ну вот здесь, кстати, шахтеры. Майнерс Грейв, могилы шахтеров, старателей. И для того, чтобы тут не появилась могила Тео, а Лев как раз после встречи с Леоном выступает, взяв с собой фигурку Сита. Мы помним, что она защитит нашу жизнь, если носить ее. Об этом Фортун Теллер рассказывает. Много вердайтов в сундуках? Я ни один не продавал, вот сколько мы их уже насобирали? Девять уже. Много. Это, по-моему, больше, чем было вообще во всей первой части. Слушайте, вы тут респаунитесь, я не пойму. Я не против, конечно. Опыт, который идет выше 99 тысяч, 999, это всегда приятно, но так надо проверить надгробие. Опачки, карта шахтера, да? Да, друзья. Да, большинство предметов можно понаходить, вообще не покупать. но в нашем случае большинство предметов можно продать и одну из карт шахтеров тоже продадим, потому что вторая нам не нужна, такая же. Окей, здесь все. так. Спокойно. я в шахте уже с вашими собратьщами встречался, вы мне уже так не пугаете. Да слушай, переставай это жарить. Смотрите, как бегает вокруг надгробия, посмотрите, что творит. Парень боролся вообще с интеллектом высшего искусственного уровня. О, там колодцы, можно проваливаться. Что-то на стене написано. Надо посмотреть. Сейчас просто хочу почистить вот это все. Тут прям собралось поболее. Еще овердайт выпал. Это круто. мне так нравится эта локация, что вот я поделюсь ощущениями, как будто я какой-то данж в Муровинде, знаете, прохожу. Уже настолько привык к графике и в принципе для ПС все нормально с графикой для 95-го года. Давай, дядька. Тут колодцев до 1000. надо будет все смотреть. Но, во-первых, вот тут надпись где-то я видел. О, вот тут. Что говорят? Опаснейшая опасность просто. Нет выхода. Так, здесь еще место для сохранения. Ну, что-то есть. Хотя в местах для сохранения не попадалось вроде. Каких-то секретов. Так, а теперь последовательно перед тем, как мы будем падать в колодцы, надо все поизучать. Так, друзья, я отсюда я пришел. Могилы шахтеров, а там нет. Ромбуски. Так, я куда-то, мне кажется, я понял, где я. да, точняк, это один из мостов, нам, по нам стреляли, все, я понял, тут есть взаимосвязь, это круто. Так, мы вернемся, но возвращаться нам пока не нужно. во, во, все, теперь отсюда исследуем. Каждое надгробие. ромбуски у нас с запасом будет теперь. Не успокойся. предупреждение на стене не напрасно написано, скорее всего, если у нас нет телепорта, мы из этих колодцев не выберемся, так что сейчас все исследуем поверху, потом здорово, а ты кто такой? Я так понимаю, вы поняли, что произошло, так что я опять уже самостоятельно, друзья, дошел сюда и начал говорить с этим дядькой и сохранился в этот момент и после этого, смотрите, экран подчернил, если нажимаешь что-то, вот как бы этот первый диалог, то есть мы загружаемся, как-то я, в общем, нельзя сохраняться на диалогах с персонажами, он так быстро мелькает и все, но ничего, я его поймал на видео, на стоп-кадр, перевел и вот сюда себе выписал, я его вам сейчас отсюда зачитаю, значит, ты тоже пришел за кристаллами, моя нога была сломана падающими камнями, которые одновременно убили моего друга, сейчас я заболчусь о его могиле, я не смог найти ничего ценного, покорылся в поисках кристаллов, так, а теперь остальные диалоги мы уже прочтем здесь, ну вообще, посмотрите, какой крутой дядька, у него такие штаны модные, вообще, повернись, давай сюда, дай зрителям на тебя посмотреть, во, в общем, крутой, крутой, стильный, таких не попадалось еще, все очень усердно работали, но кристаллов, которые мы нашли, едва хватало, чтобы прокормить нас, торговцы используют нас в своих интересах, кроме того, мы не можем вернуться в нашу страну, потому что этот остров отравлен, об этом, кстати, многие говорят, но что подразумевается точно, вот хочется понимать, пока еще до конца непонятно, с тех пор, как я сломал мою ногу, я не был в шахте, но я могу жить, потому что друг оставил мне достаточно кристаллов, однако, с тех пор, как Некрон прибыл на остров, он сделал жизнь невыносимо трудной для нас, какой дядька интересный, да погоди ты, дай я по с тобой, да что ж ты за человек такой, а? В задней части находятся могилы солдат короля Харвина, солдаты остались на этом острове после того, как Харвин ушел, эти бедные солдаты верили, что Харвин вернется за ними, я все еще слышу их голоса в голове, и короткое сообщение в последнее время, я мечтаю о своей юности, так, это все, видимо, давайте сейчас еще разочек, как обычно, помните, у нас такое было, что на третий раз персонаж другой заговорил, но если не говорит, то осталось проверить его зеркалом истины, Харри Скорвита, первый житель этого острова, он был опытным добытчиком кристаллов до того, как повредил ногу, теперь он живет за пределами деревни, охраняя могилу своего друга, фух, но несмотря на трудности технические, все диалоги на эту минуту из него вытащили, друзья, немножко, так, ну лучше опять же сохраниться, чтобы случайно не убить его, могила не отличается каким-то именным названием, также подписано, как шахтерская, а заметьте, вот здесь это не колодец, здесь нельзя провалиться, так, теперь исследуем эти могильные камни, окей, и сюда нельзя провалиться, сюда немножко проще все, потому что я думал, что в каждый из этих колодцев колодцев можно падать, стены сначала, стены, так, а здесь не пройти, о, в этот можно, не падаем, интересно, они связаны между собой, узнаем, друзья, узнаем уже в этой части, так, дядька, ты решил тут пострелять, не надо, полечиться, что ли, этими целебными травами, то собираем, собираем, 88 уже, давайте немножко покушаем, вот так, вот так, вот так, ну вот, я сейчас прохожу Hawks of War, друзья, с PlayStation 1 на канале, может вы смотрите тоже, и она тоже вылетает у меня, там я списывал это все на русскую версию, но вполне возможно, что и с эмулятором что-то, но проверим, я еще буду проходить в Hawks of War английскую версию, посмотрим, слушайте, вы тут респаунитесь просто сумасшедше, сюда можно приходить на начальных этапах игры прокачиваться, здесь всегда есть монстры, нормально можно покачаться, так, значит, вот этот проход еще надо посмотреть, куда ведет, а потом займемся колодцами, ага, это сейв, точно, это сейвпоинт, ну хорошо, тогда давайте с этого, включите свет, там колонна какая-то, заходи, не бойся, выходи, не плачь, так, здесь там рыбы, но здесь решетка не открывается, я так понимаю, что ключом мы тоже не откроем, поскольку на ней нет замка, это видимо, ну, вполне возможно, что это тот колодец, они разделены решеткой, и здесь классное подводное течение, как и должно быть в колодцах, единственное, что, что оно на кладбище, и весь трупный яд, наверное, с почвы стекает сюда, отравленный колодец, получается, уже какой-то, так, я вижу стрелу, а здесь, в очень уютном уголке колодца, мы находим еще одно заклинание, давайте посмотрим, где это место по карте, вот так вот, это карта соответствует, это так или нет, просто интересно аж стало, ну-ка, не, конечно, не соответствует, или все-таки соответствует, хотя нет, вот здесь тупик уже, нет, вообще, мы можем выучить обе магии, потому что в той части мы еще брали, помните, водную, сразу смотрю, да, это, видимо, что-то, Resist Fire, вот это, видимо, она, не было у нас Resist Fire, и еще вторую, так, а это уже боевая, Fire Storm, мы можем телепортироваться, вроде я все здесь осмотрел, друзья, не Не юзается фаер шторм с этим мечом. Не хочет. Делали на нас уже эту магию. Вот эти вот орнаменты. Да, все-таки. Плюс в том, что он наводится есть. Да что ж такое, а? Ну вот это я выбрал место для тестирования. Так, и откуда-то отсюда, да? Я вот здесь сохранялся. Ладно, это недалеко. Это недалеко. Сейчас мы быстренько все... Это забавно. Ну зато вот на фаер шторм посмотрели, уже не надо будет оружие назад менять. Так, пацаны. Зараза, сделала на меня замедление. Да вы обалдели там совсем? Не могу что-то из этого юзнуть, что мне поможет. Вот это, например, маны нету, да? А вот теперь есть. О, точняк. Это вот вещь. Давайте еще раз. Без задержек на мосту. На сей раз. В общем-то, тпшнусь, а там изучу. Тпшнусь. 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 Пробегаем Не оглядываясь Вольно, други Так, это выход Это я помню Не сейчас Слушайте, ладно, вы Надоели так Часто респаунится, единственное, что из-за них лагать Начинает немножко Это терпимо Можно было, кстати, и здесь Поставить Но там ближе к Леону Там, наверное, все-таки удобней И второй колодец Если он будет иметь взаимосвязь там То все, я сразу успокоюсь Все, я сразу Нет, не успокаиваюсь Потому что это не то место Все интереснее Так, рыбешка, спокойно Я знаю, как я на вас хорошо качался Вердайтов тут просто В избытке у вас Только за эту серию вот мы нашли Да, все, друзья, здесь Есть эта взаимосвязь Да стой ты Ух, как оно Проседает, а Слушай, зараза Ну вообще Попасть Слабым персонажем В такое место С этими рыбами Это смертельно опасно Без какой-то слабой брони Щовер дает Так, так А то место тогда Там еще есть какая-то пещера То есть Третий колодец Еще есть действующий Не, ну этот Определенно мне понравился Больше Потому что Два вердайта и Где мы? Эльфийское кладбище, друзья Вот так вот Под Эльфы хоронят Своих Жителей Под Человеческими кладбищами То есть Если вы идете на кладбище Знаете, что под ним Еще может быть Эльфийское кладбище Слушайте Смотрите Сколько здесь ходов А Давайте я не знаю Как-то Систематично все Будем Проходить Так, ладно Тут понял Тут все Осмотрели Там был драконий фрукт Все, идем сюда И начинаем с первого О, знакомые нам ребятушки Как вас там зовут? Рефмы Точно Ладно Сейчас я откачусь Да куда? Ну что ты делаешь? Сегодня какая-то серия фейлов Каких-то прям тотальных Левел ап 53 уровень Друзья у нас И вот они Надгробия Эльфов Никогда не думал Что эльфы будут хоронить себя Под Человеческим кладбищем Но это факт Смотрите здесь какие Тайные Ходы есть Я так думаю Что мы можем Так и О Вырос уже Это радует Можем даже До перчаток Там на Солдатском кладбище В этой части И не добраться Мы тут только Вглубь уходим Так Ладно Перышко взял Драконий фрукт Взял Как там не начинает Плохеть Когда я понимаю Как я глубоко Под землей На кладбище Под кладбищем Выпустите меня Отсюда Еще и эльфмы А может Мы тут найдем Этот темный кристалл О котором Говорил Леон Эльфы у нас Стрелки Находим часто Стрелы Рядом с их Могилами Лампы Так Давайте эту стену Проверять Она гладкая Тут вообще Массовые захоронения Посмотрите Сколько могил Там сундук Еще вы такие Светоносные Что она вас Не убила Либо Я промазал Так Ну давайте Ни одну Не пропустим Все Соберем Так Тут точно Ничего И музыка Еще такая Друзья Заупокойная Закрыто О Эту штуку Мы тоже Уже купили Друзья Она даже у нас Экипирована Вроде Да Да Ну а теперь Еще один Есть На этом Кладбище Было Много Стрел Амулетов Мист И Рифмы Ну Рифмы 53 Уровень Дали Можно не Благодарить За это Как будто Должен Быть Какой-то Вход В гробницу Самого Главного Эльфа Но Нет Не знаю Либо позже Эта стена Откроется Что уж Очень Как-то Так Логично Так Сюда Я ходил Сюда Я ходил Все Взял А вообще Какая-то Карта Есть Ребят Нет Конечно Есть Три Карты Вот Вот В этом Весь Кингсфилд Одна Вторая Третья Некроновская Как бы Топовая Самая Вот Кстати Может быть Она Да Это Похоже Это Похоже На Реальную Карту Этого Места Так Тогда Надо ее Юзать Но Все равно В Кингсфилд Здесь такие места Которые Ни на одной Из трех Ваших Карт Не будут Изображены И это Мне нравится Так Вот там Вот прям Надолго Предлагают Уйти В одно Из мест Мы Сейчас Пойдем Туда Не Я Чуть Перепутал Немножко Стороны Света Не так Спроецировал На карту Так Так А это Ты Я думал Что Открылась Думаю Может Тоже Какая-то Чемошка Думал Может быть Та дверь Между двумя Огнями Такой звук Еще Характерный Во как То есть Это Видимо Третий Колодец Опять же Непонятно Пока Те Назад Да Пошел Тут же Получается Все Тупик Так Но Что я могу Сказать Я наверное Потом Еще один Придурос Это Кладбище Исследую Ну Вот Так Большую часть Мы прошли Появляются Ну и конечно же Без телепорта Мы Не выйдем И Скорее всего Нам придется Еще Блин Этот телепорт Применил Еще Раз Телепортироваться Потому что там был Еще один Колодец Мы его Похоже Видели Но Надо проверить Он это или нет Снизу Мы Смотрели Как раз Потолок Я допускаю Что этот Третий Был Давайте Посмотрим Не мешайтесь Под ногами Алифу Так Надпись Нет Показалось Самый Дальний Друзья Во Вот этот Да Это Немного Жутко Когда заходишь Ничего себе Монстоун И тебя Встречает Сразу Такая Морда Призрачная Все верно Предположение Оказалось Верным Телепортируемся И пойдем Тогда На выход А выход У нас Вот он Ну Если мы Спрыгнем Понятно Куда мы Попадем А что Здесь Если Не Спрыгнем Тоже Сюда же Придем Понял Понял Все Просто Каких Секретов Нет База База 3 Появился Так Тогда На кладбище Хотя Вот эту часть Еще Быстренько Обойти Получается Что Туда К Леону Мы Могли Вот таким Путем Через Кладбище Попроще Попасть Чем С прыжками Так Хорошо Значит Далее Пойду Заберу Перчатки Все Таки В этой Части Это Случится Вот Они Друзья Вот Здесь В Нише Адев Спасибо тебе Еще раз За Напоминание Так Теперь Мы Здесь Что У нас Тут Вверху Тут Я смотрел Все Окей А Тут Тут Тоже Не Понял А что Он Закрыт Как Как Это Я Его Ничего Не Понял Неужели Я Его Пропустил Нет Я Не Понял Что За Сундук Тюремным Пиратским Да Слушайте Это Какой-то Неправильный Сундук И Почему Я Первый Раз О нем Не Помню И Даже Еще Раз Попробую Все Ключи Не Сработал Так Я Понял Я С той Стороны Был Все Понятно Я Был С той Стороны Друзья Я Просто Подумал Что Это Я С С С С С С У Нас Сейчас Уже 13 Вердайтов Так Хорошо Теперь Надо Подумать Что Мы Сделаем Теперь С Вами Тут В принципе Все Исследовано Да Все Исследовано Мы Можем Пойти Спасать Сейчас Тео Нам Где-то Нужно Еще Искать Темный Кристалл Для Леона Но Я Был Пошел И Начал Со Спасения Тео А Для Этого Вначале Надо Пойти Поговорить С Джи Может Она Что Подскажет Кстати Помните Эту Фигурку Вот Эту Сито Ее Можно Было Там Дядьке Одному Дать В Малой Шахте Я Пошел Проверил Не Возьмет Леон Вторую Давал Ему Еще Раз Но Нет Уже Не Берет Друзья На Этом Сегодняшнюю Часть Я Завершу Я Очень Надеется На То Что Вы Обязательно Ей Поделитесь Но Лучше Скидывать Кому То Видео На Первую Часть Этого Прохождения Чтобы Люди Смотрели Сначала И В Следующей Части Мы Я Думаю Отправимся Спасать Воскрешать Пытаться Воскресить Тео До Встречи Продолжение следует